Информационная война Информационная война Информационная война Информационная война Крылья критикует, либеральное крыло просто берет по пунктам раскладывать, что не так. Но в этом фильме были изложены основные принципы управленческой борьбы. Причем управленческой борьбы в глобальном смысле. Путин открытым текстом рассказал, как Российская Федерация взаимодействует с различными странами, с различными интересами, с различными игроками и субъектами глобального управления или странового управления. И при этом рассказал основные принципы того, как это осуществляет Российская Федерация во главе с ним. То есть как он задает сам порядок, алгоритмику такого взаимодействия. Он там сказал очень интересную вещь, которую на самом деле можно применять не только в глобальном межстрановом управлении, но даже в аппаратной работе на любых других более низких уровнях. Он сказал, что перед тем, как входить в Сирию, а там достаточно неразрешимый был вопрос, связанный и с исламским государством, и с контрабандой нефтью, и с, собственно говоря, контрабандой нефти, была вписана в резкое понижение стоимости нефти во всем мире. И вот решать этот вопрос с точки зрения интересов всех стран-участниц было необходимо. И последовательно был диалог, было взаимодействие на уровне представителей тех стран, в которых обсуждались острые ключевые точки и компромиссные точки. То есть каждая сторона высказывала свои интересы, причем интересы долгосрочные, не только купи-продай, сегодня приход-расход, но, например, интересы связанные, что будет через год, через пять. Со всеми странами региона были проведены такие диалоги на уровне дипломатических и специальных служб, и только после этого, когда была выработана позиция Российской Федерации, мы вступили в игру, как китайских стратагенов, было куда выступить. И вот с тех пор Россия, как сказала, что будет вот так, она так и исполняет, и как сказал президент, мы не прыгаем, как блоха под арканом, мы делаем четкую, ясную, конкретную политику. Вот этот принцип управленческой борьбы, который президент огласил, на самом деле очень полезен многим телезрителям и радиослушателям вот с какой точки зрения. Я блогер, у меня там на экране подписано блогер, это значит, что у меня примерно там 10 тысяч людей, которые подписчики, которые читают, что я пишу, или у которых я читаю, что они пишут. И среди них есть огромное количество людей, которые вот такую философию аппаратной борьбы или управленческой борьбы вообще не исповедуют. Есть так называемое коммунистическое и марксистское крыло. Вы помните, в эфире нашей программы два раза были монологи женщины, которая, в общем-то, кричала здесь лозунги о мировой пролетарской революции, о том, чтобы свергнуть режим олигархов и так далее, и так далее. В принципе, эмоционально, внимание, эмоционально, ну, можно послушать человека, человек прожил жизнь, наверное, имеет основания. Но, с другой стороны, с управленческой точки зрения, тут есть очень важная вещь. Да, есть олигархи, есть социальный слой бюджетников, есть предприниматели, у которых свои интересы, свои цели. Есть, в конце концов, дети, которых надо воспитывать, растить, готовить, чтобы они подхватили управление этой страной. На протяжении всей истории человечества, и России в том числе, всегда, все время был правящий класс. И вся политика, и вся управленческая борьба строилась по принципу или-или. То есть, например, класс крупных капиталистов, кстати, большинство из которых были англо-французские, говорят, что Россия достигла промышленных там страшных больших результатов в 2013 году. Но, тем не менее, сама структура промышленности говорила о том, что это была колониальная промышленность. И, в общем-то, весь акционерный капитал примерно на 80% принадлежал Лондону и Парижу. Германия имела чуть-чуть. Собственно говоря, это и определило, например, почему Россия вступила в Первую мировую войну против Германии, а не против Великобритании. Хотя некоторые офицеры генерального штаба даже труды писали и клали на стол Николаю II о том, что нужно менять направление удара. Но вот в то время правящим слоем была буржуазия, крупная, часто иностранная, и помещики, которые, в общем-то, доживали, не проели еще, не успели до конца 10-х годов проесть то, что получили на руки после смены, отмены крепостного права. Затем произошла Октябрьская революция, в которой Сталин, кстати, принимал активное участие как орговик, как человек, который не ездил в Швейцарию, не был членом швейцарского ЦК, а был именно представителем русского бюро, то есть управлял всеми людьми и, соответственно, выстраивал коммуникацию с очень разными и меньшевиками, и эсерами, и ввел учет, контроль, осуществлял другие проекты своего проектного менеджмента. Но, тем не менее, после Октябрьской революции была другая социальная группа, называлась пролетариат «Беднейшее крестьянство» и «Солдаты» из «Беднейших крестьян», под которых и строилась номинально часто диктатура, то есть правящий класс был вот этот. То есть, если взять и нарисовать шкалу общества по социальным сословиям, то в одно время правит одно сословие, в другое время номинально правит другое сословие, а вот консенсуса разных сословий с разными интересами очень похоже на взаимоотношения государств. То есть у каждого государства свои интересы, и можно, в принципе, начинать войну не раздумывая, и биться до последнего, пока и планета не закончится. Но если ставить цели, прийти к какому-то результату, при котором восторжествует, например, проект русской глобализации, при котором разные народы, разные страны, разные сословия смогут договориться, естественно, на уровне компромисса, в чем-то уступить, что-то получить, но, тем не менее, сохранить устойчивость управления всей планетой, либо одним государством и так далее, и так далее, то с точки зрения того же сталинизма, Иосиф Виссарионович написал множество трудов, кстати, местами очень сильно отличающихся от трудов Маркса, Энгельса и Ленина. И, собственно говоря, есть даже такая теория, что его убили только за то, что он написал работу, которая о практике строительства, об экономике социализма. Я сейчас название точно не вспомню, но там именно экономика социализма. Он на самом деле взял и отвергнул политэкономию Маркса, которую он в своем труде расписал в «Капитале». И, по большому счету, Сталин-то, день рождения которого сегодня мы условно отмечаем, но это не государственный праздник, это величайший государственный деятель, кто-то его очень уважает, кто-то считает его исчадием ада, но, тем не менее, этот человек оказал не только колоссальное влияние на русскую историю XX века, но, наверное, на всю историю всего человечества в XX веке. Так вот, именно Сталин отошел от диктатуры пролетариата, и в своей Конституции 1936 года он на самом деле искал консенсус, искал то народовластие, когда представители разных сословий смогут договариваться, смогут своими делегатами-представительствами решать вопросы местного самоуправления, делегировать, выращивать управленцев. А на самом-то деле Россия, помимо того, что у нее был очень низкий промышленный потенциал, она лежала в руинах, в болезнях, в ТИФе, был голод после гражданской войны, самым главным это был кадровый голод. И получается, что выращивать кадры, способные управлять и договариваться, вот надо достаточно кропотливым трудом, и это совершенно недопустимо, кричать, да вот никогда представители капиталистического класса не поймут пролетариат, или наоборот, и все время разжигать ненависть на уровне или-или. Ну то есть, например, давайте свергнем власть олигархов, при этом мы понимаем, что олигархи достаточно ресурсоустойчивые, то есть ресурс у них очень большой, а пролетариат, который можно возбудить и направить на эти погромы и так далее, он социально заряжен и в принципе физическая сила. Ствол рожает власть, и вот в результате возникает гражданская война, мы видели примеры на Украине, в результате чего от Украины ничего не осталось. А дальше приходит полицейская операция извне, страна ставится на колени, у нее забираются все активы, и в результате всего этого противостояния между красными и белыми возникает некто третий, стравливающий, который очень четко изучил русский менталитет, очень четко изучил украинский менталитет. Хочу напомнить, что у американцев есть 112 научно-исследовательских, социологических институтов, которые изучают психотипы русских. Психотипы русских в широком смысле слова не только славян, но и всех народов, которые тяготеют к России, у которых русский язык – это язык междунационального общения. Они изучают меру зависти, меру труда, причем по регионам. Они изучают психотипы женщин, они изучают смеховую культуру. И все это они делают, как охотники, знаете, которые изучают слона, чтобы одним ударом убить и, собственно говоря, отнять все, что можно. И вот с этой точки зрения непонимание основ управленческой борьбы и выходы на митинги, когда вот так вот зажигаются эмоции, да вот они неправы, давайте там их сметем, это, по большому счету, с точки зрения управленческой борьбы, игра на третьего стравливающего. И вот в этом эфире, который посвящен 21 декабря, который посвящен тому, что вчера президент рассуждал о новом миропорядке, который должен плавно, постепенно, через несколько лет уже как-то узакониться и установиться во всем мире, когда некоторые даже государства поменяют свои границы. Вот управленческая борьба как нахождение правильного пути, в котором на выходе будет победа у всех. И у капиталистов, которых нельзя в нынешних ситуациях, когда у нас вокруг такое окружение, нельзя устраивать погромы внутри страны, потому что это обрушит всю страну. Когда выиграют бюджетники, когда выиграют пролетариат, это, понятное дело, тяжелейший труд, потому что нужно выстраивать диалог с разными людьми. Но, как сказал президент в вчерашнем фильме, нам могут люди нравиться, не нравиться, но мы будем работать со всеми. Работа-то на воздухе, работа-то с людьми. И вот этот принцип работать со всеми, договариваться, если договориться невозможно, привлекать третью силу для того, чтобы выступил арбитром, либо еще каким-то способом, но, тем не менее, вести все в срединном мирном русле для того, чтобы не обрушить устойчивость управления, для того, чтобы не обрушить, например, вот ту мир и стабильность, пусть не идеальны, пусть всем не нравятся, но, тем не менее, это меньшее зло по сравнению с тем злом, которое воцарилось на территории той же Украины. Не будем забывать. То есть у нас есть с чем сравнивать. Мы можем поумнеть и помудреть, только потому, что мы прекрасно понимаем, откуда мы ушли, и что там творится по ту сторону Перекопа. И вот с этой точки зрения, вот эти азы управленческой борьбы, которую, к сожалению, не преподают ни в школе, ни в вузах, и только на практике отдельные люди достигают какого-то понимания, как правильно маневрировать, как правильно общаться, как правильно строить меру уверенности и меру тактичности, как, собственно говоря, учитывать интересы обратной стороны, причем стороны не обязательно только Турция или Саудовская Аравия, а речь даже о том, что пенсионеры, особенно пенсионеры выходцы из коммунистического прошлого, они, например, до боли, до синевы в коленках ненавидят капиталистов, и все, и это может стать причиной какой-то резни, либо возбуждения общественного мнения. Вот это все и есть инструментарий, при котором эти 112 институтов научно-исследовательских, которые от и до знают, как устроены наши мозги, могут вот так вот устроить какой-нибудь майданчик, а дальше мало не покажется никому. Сегодня я хочу поговорить об отдельных аспектах этой управленческой борьбы. На простых примерах просто показать, как правильно понимать, что происходит. Ну, не или-или, а и-и. Самый простой пример управленческой борьбы – это в семье, когда, например, у мамы есть там два сына. Одному там пять, а второму четыре. Но эти дети, они, например, там играют в комнате, и вдруг что-то не поделили. Старший, естественно, сильнее, начинает нагибать младшего, отбирать игрушку, что делает младший. Младший начинает реветь и идет к маме. Ну, он просит, чтобы мама взяла на руки, но он идет за внешним ресурсом, кто у нас мама, чтобы мама своим авторитетом, своей силой навела порядок и наказала более старшего или вернула игрушку. Причем сразу саму игрушку младший может и не брать, потому что ему хочется еще и в зону безопасности, потому что старший, например, надавал еще тренделей. Вот этот вот пример в семье, он, собственно говоря, и показывает основные принципы управленческой борьбы. Кто бы не состязался, кто бы не добивался своих целей, он всегда свою деятельность ведет для того, чтобы получить внешний ресурс. Финансовый, материальный, административный, правовой. Мамаш ведь на самом деле синоним государства. Она заинтересована в том, чтобы вот ее субъекты, чтобы ее дети между собой ладили, но для этого она понимает, что надо установить некие правила. И вот эти некие правила, вот это твоя территория, вот это твоя территория, вот это твоя игрушка, вот это твоя игрушка, вот эти правила, они становятся юридической борьбой. Управленческая, это системная, общая. А это небольшая такая вот надстроечка, называется юридическая борьба, в которой правила прописаны, и давайте их соблюдать. То есть если игрушка на твоей территории, она твоя, если не на твоей, не твоя, Ну и так далее. Может быть прописаны всякие кодексы, могут быть прописаны правила, и таким образом эти правила регламентируют порядок получения внешнего ресурса. Соединенные Штаты Америки устраивают арабскую весну, там устраивают Майданы в Украине тоже для получения некоего внешнего ресурса. Ну, во-первых, живой ресурс, кто-то должен воевать, ни англичане, ни американцы за свою историю далеко сильно не воевали, они всегда использовали страны, живущие здесь, они специально понижали уровень жизни для того, чтобы вербовать военнослужащих для вооруженных сил, для того, чтобы участвовать в каких-то конфликтах. Даже в Лондоне есть старая древняя поговорка «Зачем в Великобритании воевать, если для этих целей Бог создал Турцию?» Это было, например, во время русско-турецких войн XIX века, и эта поговорка сохранилась до сих пор. По смыслу она на самом деле суть эту и отражает. Но внешний ресурс – это не только люди, которые могут представлять военную силу. Смысл вот этой комбинации, он заключается еще и в том, что в управленческой борьбе она состоит из двух частей. Дело в том, что побеждать можно и меньшими ресурсами. Иосиф Юсарионович Сталин, который принял, как сказал Черчилль, Советский Союз, как аграрную страну, в которой поля пахались с сахой, а перед смертью он ее сдал сверхдержавой с атомным оружием. Получается, что ресурсная обеспеченность Советского Союза была небольшая, но тем не менее качеством управления, позиционной борьбой удалось занять такую позицию в дипломатических отношениях, что ни Антанта, ни другие интервенты не смогли откусить ни куска, прежде всего. Территория огромная, личного состава даже бы не хватило. И тем не менее удалось еще и начать коллективизацию, начать промышленное производство, индустриализацию, которая вывела Советский Союз в сверхдержавы. То есть управленческая борьба, она структурна не только ради внешнего ресурса, она состоит еще из двух этапов. Первый – это позиционная борьба, когда, собственно говоря, никаких схваток не происходит. Мы маневрируем и пытаемся занять такое положение, из которого можно уже сделать активное действие и достичь поставленных целей. Многие из вас видели, например, художественный фильм «Трое». Там Ахилл. Фильм начинается с того, что Ахиллес приезжает на большое сражение, и, в общем-то, там такая традиция, обычай для того, чтобы не убивать всех солдат. В большом сражении встречаются двое, и, в общем-то, кто победит, того и ради сохранения жизни, в общем-то, считается, что войско того и победило. И вот там вот есть сцена, когда, в общем-то, худенький Ахиллес, которого Брэд Питт играет, и огромный шкаф, который ему противостоит с двумя копьями, они встречаются в поединке. И при этом понятно, что в простом физическом бою, без разгона, вот этот шкаф Ахиллеса побеждает. Но с точки зрения позиционной борьбы, с точки зрения того, что коротким ударом он все-таки поразил, но только для того, чтобы он его поразил, он должен был занять определенную позицию. Вот позиционная борьба – это вот эта пробежечка, а деловая борьба или, собственно, активная борьба – это вот этот удар мечом в сонную артерию, в результате которого шкаф этот, ну, представитель той армии погиб. Вот на этом примере очень четко видно, как маневрируют до того, как занять определенную позицию и осуществить удар. Понятное дело, это все происходит с затратой определенных ресурсов и, прежде всего, с затратой управленческих ресурсов. То есть перед тем, как выйти на такой маневр, Ахиллес провел огромное количество битв и победил. Он имел опыт, знания, умения и навыки. То, как раз чего очень часто не хватает простым людям, не понимающим различные управленческие ходы. И многим молодым управленцам, которых назначают на разные предприятия, а они общую задачу-то понимают, связанную с рентабельностью, с денежным внешним ресурсом, но не понимают, как маневрировать с низшими, с равными, с высшими. И в результате происходит часто достаточно интересный управленческий коллапс. Все это я говорю для того, чтобы напомнить, что у нас в Симферополе есть курсы ораторского дела как управленческой дисциплины, на которые мы рассматриваем подробно все эти вопросы. И мы хотим подготовить из студенческой молодежи, из работающей молодежи специалистов, которые не, знаете, не руководствуются эмоциями. Молодые люди – это люди, прежде всего, подверженные эмоциям. Но люди, которые даже в 25-30 лет могут быть назначены на какие-то ответственные посты с точки зрения управленческой борьбы, они должны понимать, как устроено общее управление, что такое управленческая, в скобках, аппаратная борьба, что такое позиционная борьба для того, чтобы выйти на правильную позицию и достичь какого-то результата. Еще один пример позиционной борьбы. Для того, чтобы получить, например, какую-то инвестицию от частного инвестора, нужно сделать определенный позиционный маневр и занять позицию в кабинете у этого человека напротив него и получить доступ к нему, например, для 30-секундного, минутного разговора. Если этого маневра не сделать и не поговорить, то, собственно говоря, результата никогда и не достигнешь. То же получается, вся операция распределяется на два этапа. Это позиционный период, когда мы физически свое тело перемещаем в нужную точку для встречи и дальше сам разговор. И вот тонкости вот этих всех вещей, это на самом деле наука, которую не преподают ни в школе, ни в вузах, но ей надо учить, потому что даже при низкой ресурсной обеспеченности победу всегда можно достичь, если повысить качество управления. Вот именно этим вопросом занимался Иосиф Виссарионович Сталин, который в 1924 году пришел после смерти Ленина. Ну, он немножко раньше занял позицию генерального секретаря. Кстати, это не глава государства. Глава государства – это председатель Совнаркома, председатель правительства. Но, тем не менее, он занял позицию авторитетного учителя, которого слушались очень многие и который очень тонко разбирался в людях. Он решал кадровые вопросы колоссальной эффективности. Он никогда не убивал, не расстреливал людей за то, если они искренне хотели, но у них что-то не получалось. Там очень много примеров. Но Павлова, который сдал Западный фронт и в результате чего на шестой день немцы заняли Минск, он расстрелял немедленно в результате, кстати, легитимного юридического разбирательства, суда и так далее. То есть это был управленец, который раздавал всем по серьгам правильно, и только общением с людьми, с подчиненными, с назначенцами, только подбором кадров, управленческой работой, связанной с подбором персоналов, точным знанием именной фамилии всех директоров заводов по всей территории огромной Советского Союза, Сталин сумел достичь таких результатов, что после его смерти траур спускали флаги все страны гитлеровской коалиции, и только после речи Фултоне Черчилля об этом стали забывать. И уже буквально через 40 лет, уже во времена перестройки, Горбачева, хотя люди на своих автомобилях держали на ветровом стекле фотографии Сталина, инстинктивно понимая заслугу этого человека, который создал весь промышленный потенциал Советского Союза. Тем не менее, появился огромный вал информации, которая начала дискредитировать этого человека, который, собственно, во многом и виноват в том, что мы живем на наследии Советского Союза. Сегодня у нас 21 декабря, день рождения Сталина, завтра у нас уже пойдет новый космический цикл, день начнет прирастать. Вчера президент Путин рассказал о новом миропорядке, и в любом случае я хочу сказать, что управленческая борьба, знание основ управления и работы с людьми – это основной инструмент достижения нашей победы. Мы шапками никого закидывать не будем, мы лучше воспитаем правильных управленцев. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин